Свидетельства насильственного извлечения органов в Китае начали появляться в 2006-м. С того времени частные расследования подтвердили, что такая практика в КНР не только существует, но и является широкомасштабной. Недавно журналист NTD пообщался с одним из докторов, которые составили петицию обращения к правительству США. Документ призывает Барака Обаму публично осудить преступления по извлечению органов в Китае и помочь их остановить. «Эти преступления настолько ужасают, что когда люди впервые о них слышат, им трудно поверить». В 2006 году в США с публичным заявлением выступила жена одного из китайских хирургов. Она рассказала, что её муж говорил ей о тысячах операций по извлечению роговицы глаза узников совести, которые он проводил. «С 2006 года появилось множество доказательств, множество неоспоримых доказательств, которые убедили меня и многих других медицинских специалистов в том, что эти преступления действительно происходят». Министерство здравоохранения Китая заявляет, что большинство органов поступает от приговорённых к смерти заключённых. Но даже по самым грубым оценкам, число казней в Китае намного ниже, чем количество пересаживаемых органов. Доктор Алехандро Сенчурион говорит, что так называемым «медицинским туристам», которые едут в Китай для трансплантации, обещают предоставить необходимый орган в течение недель, если не дней, в то время как в других странах на ожидания обычно уходят годы. «Основные доказательства – это элементарное несоответствие между количеством пересаженных органов в Китае и числом органов, официально доступных для пересадки». Организации и отдельные люди, проводившие расследования, пришли к выводу, что органы извлекают у узников совести – религиозных и политических заключённых. При этом наиболее многочисленной группой, которая подвергается в Китае гонениям, является духовная практика Фолуньгун. Доктор Сенчурион говорит, что правительство США, скорее всего, располагает информацией об этих преступлениях, и что петиция должна заставить Обаму раскрыть эти факты общественности. Косвенными доказательствами того, что американские власти знают о происходящем в Китае, является новый вопрос, недавно появившийся в анкете для иностранцев, которые подают документы на визу в США. Заявителям необходимо сообщить, принимали ли они когда-либо участие в незаконном извлечении органов. Эти заявления также были упомянуты в отчёте США за 2011 год о ситуации с правами человека в мире. NTD, США